Евангелие от Матфея, 5 глава, 27-28 стих. Вы слышали, что сказано древним не при любодействии. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже при любодействии с ней в сердце своем. По слову вожделение, что оно означает? Это устаревшее выражение означает испытывать страстное желание, непреодолимое влечение в чувственном виде. Потому что оно редко встречается, такое слово. Меняется сам характер греха. Вот сейчас слышали, Иисус говорит, в мире всем прелюбодейным и грешным. На первом месте стоит даже не грех, а прелюбодейение. Весь мир назван прелюбодейным. В духовном плане, в физическом. Сейчас как будто ничего нигде нет, только об одном. Каждую газету, какую бы ни, даже серьезная газета, обязательно кто с кем развелся, где свелся, кто был, сколько раз. И только об одном, а одном тоже. Данное человеку для пользы дела, для продолжения рода человеческой превратилось в сплошной грех. Так это 2000 лет назад еще сказано. Мир прелюбодейный и грешный. Пророк говорит, толпами ходят дома блудниц. Это не сегодня. А сегодня как будто вся страна спихнулась на этом. До самых малых детей. Повторяю, Достоевский сто с лишним лет назад говорил, дети десятилетние и развратные. И опять предложение начинает. Десятилетние и развратные. Это как удивление было. Сейчас нет никакого удивления. Поставленная программа развратить. Понятия о чистоте вообще отсутствуют. Родители, бабушки, насадите чистоту целомудрия в детях. Вы уже очень многое опоздали. Начинаете от обратного работать. Вам не было дано, и чем это закончилось. По несколько раз замужем были, несколько раз женились. Не считая там беспорядочные всякие связи. То есть гнусность. Жизнь грех. Прелюбодеяние. А чем тогда блуда отличается? Блудник это не женатый. Прелюбодеяние женатый. Вот только вся разница. А грех один и тот же. А какой больше грех? Ну что выявлять? Один и тот же. Ну если уже так хочешь знать прелюбодеяние, хуже. Потому что у него была отдушина. А у того не было. Златавус так объясняет. Хотя грех-то один и тот же. В бытие 3 глава 6 стих. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание. Значит вожделение дает какое-то знание. Все испытывайте, хорошего держитесь. Вот он испытывает, 140 раз женится. Испытывает все. Все одно и то же. Самое-то главное вожделение не ведет к добру. Жена увидела, что дерево хорошее и приятно для пищи. Да ведь глазами-то не определяет, а языком. Даже сразу видно, что она не так судила. Глазами. Хотя женщина больше, говорит, слушает ушами. Я рассматриваю слово вожделение. Насколько оно понятно нам. Иссоя 1.29. Они будут постыжены за дубравы, которые стали вожделенны для вас. И второе место. Иссоя 2.16. Корабли и все вожделенные украшения для них. Мы слышим это все об Израиле. А ведь суть-то идет о том, что это все у нас. Вот сегодня вожделение, главное, это храм. Где бы ни появились велующие, храм построить. Храм. Храм Господень, храм Господень. А храм что, подходит? А у вас купола нету. Вожделение это купол. Смотри, а у вас икона только бумажная, а дорогих нету. Вожделение к иконам, особенно к мироточивым, кровоточивым, слезоточивым. Самое настоящее помешательство. С иконой по всему городу ездил, ездил, пока не убили по всему миру. И опять вот образ солдата, убитого в Чечне, начал мироточить. Помешательство. Хотя понятно, что все это может делать и сатана. Ему какая разница, через что и как. Если он людей избранных брал и насмехался, и через них творил свое дело, а через предмет для него нужды никакой нет. Если он в храме на литургии присутствует, и на местном настоятеле стоит. Часто. Исайя 44,9. И вот идолы, вожделеннейшие их, не приносят никакой пользы. Я не говорю, что иконы это не идолы. Но икону сделали идолом, самым настоящим. И никакой пользы-то нет. Одними иконами обставились. Я сколько раз говорил, когда приходите на богослужение, к иконам нигде не подходите. Даже ко кресту здесь не подходите. Встань или сядь и жди начала богослужения. А вот кончится богослужение, один раз придем. Я вот сколько раз делал замечания по теряльке. Неделя пройдет, опять дети приходят, да еще разворачиваются, раскланяются хулиганы. И все кланяются. А он такой двоечник. Развернется к народу, и все ему кланяются. Вожделеннейшее для них. Оставьте это все. Ты думай только о том, как я услышу слово Господне. Да как оно во мне вместится. А все эти вожделения, прихоти, пожелания страстные оставь. Это все уводит в сторону. Оно не приближает к Богу ни на грамм. Особенно помешались сегодня на паломничествах, на мощах, режут, крошат, фаршируют, даже не знают что. Святость во внешнем ищут. Это все вожделение. А к этому только одно слово. В прах ты и в прах возвратишься. Больше ничего нету. Все остальное грех. Ты вот, у нас есть священное писание. Есть крест. Нам этого достаточно. Кончится службу, положите Библию здесь, пусть она рядом лежит. Где она есть? Достать ее здесь, положите. На аналоги сейчас же. Мысленно прислоняясь и говори, Господи, Ты пошел на крест. Дай мне желание все перенести. А вот священное писание. Я к нему прислоняюсь сердцем, губами, умом. Да войдет оно в мое сердце. Оно не войдет, если ты не будешь заниматься. Я прошу у тебя любви. Любовь это не вожделение. Вожделение это страсть. Притом на погибель. Галатам 5.16. Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Лихарство очень простое. А что такое по духу? Духовное означает бессмертное, вечное. Иконы, храмы, все это останется на земле. Вожделение этих. Слово Гожие войдет в вечность. Да, ангел нес в руках вечный Евангелий. Ничего больше нет. Ни храмов, ничего нет. И Христос вечен. Да, вечен. Туда устремимся. Помышляйте о духовном. Все, что ведет к бесконечному, к царству небесному, что во Христе, это все духовное. А духовное тогда это покрывает. К этому привязанным никак не будешь. Оно есть, но оно должно быть у нас в храме. Ну и все. Вот у нас, слава Богу, иконы как-то не так близко, не могут доставать. По иконам вообще нигде здесь не ходите и не ищите по стенам. Вот какая икона праздника нам положили, нам этого достаточно. У нас разные иконы праздничные лежат. Не вожделейте к этому. Это самое настоящее дало поклонство сегодня. Вот придут и по стенам лазят, ходят как мертворожденные. Премудрость Соломона 8.5. Какое есть вожделение, в котором утонули многие сегодня. Богатство есть вожделение и вожделенное приобретение в жизни. Ну и что? Но премудрость богаче того. Вот сейчас бы сказали, кто хочет быть богатым? Как ты считаешь, с какого? Миллион. Сегодня миллион ничего не значит. Чтобы потеряевку поселиться сегодня, нужен миллион двести тысяч. Мы уже знаем, сколько требуется. Поэтому, чтобы сегодня тебе считать достаточно богатым, ты рассчитываешь должен за сотню миллионов. И все не сказали бы, вот в городе объявили, сделаем богатым, кто сюда придет, отстоит службу. Я думаю, что здесь забиты были бы крыши все вокруг. Все дворы, все, до проспекта и до другого города было бы. Это вожделение у людей сегодня. Идут на что угодно. Студентов опрашивают. Не каких-то, а юристов. Если выгода вам есть, вы на нарушение закона пойдете, 85% сразу не задумываются, ответили, конечно. Так вы же блюзители закона. Богатство выше того. А почему это должно быть вынижение? Сирахов 19.31. А напротив премудрость. Премудрость страх Божий дает. Нет. Что бы ни давали, я никогда не поступлюсь с чистотой и совести. Никогда. И детям, и внукам это наказываетесь. Чтоб чужой вещи не прикасались. Повторяю, особенно за маленькими детьми, смотрите. У нас тут брошены ручки, карандаши, постепенно исчезают где-то. Ребенок пришел домой, ты еще дома раз проверь. Нет ли у него еще из гостей пришел? Не принесли? Где это взял? А после этого воздайте старицею. Купите, принесите, отдайте и ребенка накажите. Сирахов 19.31. Если будешь доставлять душе твоей приятное для вожделения, то она сделает тебя потехой для врагов твоих. Вожделение. Что ни увидеть, да глазами все хватает. И в одеянии, и в питании, в специальные кулинарные книги. Мне почему-то все кажется, это нарочно люди делают, не голодные. Когда ты голодный, да ты эту корочку размочишь, такая же она хорошая, такая вкусная. Вот одно вожделение на каждом шагу везде. Куда ни посмотри. В одной школе учиться нет, отдам в элитную. Что получило, то мало другое. Меняет все, дома, место, жену, веру. Что из-за вожделения. С вожделением надо бороться. Сирахов 24.4. Возношение отчей. И вожделение отвратие от меня. То есть оно оккупирует нас. Какое-то пожелание лучшего. Если это доставляет кому-то вред и душе твоей, надо определить. Это тоже нужна мудрость. Ты не знаешь, а может это давным-давно уже у тебя вожделение. Вот я вижу, сейчас ты меняет квартиру. Всегда ли это надо делать? Посмотрите. Сирахов 37.24. И вот есть нечто, что не запрещается, но и во главу угла не ставится. Красота жены – всего вожделения для мужа. На красивое-то приятно смотреть, а с приятным легко жить. Так если бы кто меня научил. А чего ты искал? Красоты, конечно. А теперь верующий стал. Детей нажил. Не то я искал. Надо было послушание искать. Сознанием дела человек говорит. А вожделение тебя и привели к тому, что ты уже ничем не руководишь. Премудрость 4.12. Прямо вожделение касается плоти. Волнение похоти развращает ум. Вот почему я говорю, что блудник скудаумен. Этого надо бояться. И в детях насаждайте целомудрие. Вы говорите, что впадший в грех ребенку показываете, он сразу будет в аду. Ты будешь беспамятный. Ты будешь глупый, рассеянный. Святой Аполлос и святых отцов считал грех блуда самым страшным грехом. Я, может, и не понял до конца, но скажу, что за этим что-то есть. Люди, впадшие в этот грех, они уже никогда не смогут смотреть чисто на женщину, на сестру и мать. Ни на кого. У него все время дурные мысли. А ребенка можно было в этом сохранить. Дайте им страх. Дети крещеные, если впадают в глуп, кандидатура со священства снимается. Вот что еще важно. Он никогда священником не будет. Да, он будет судьей, прокурором, но священником после крещения впадшие в грех. А дети-то крещеные в детстве у нас. А вот это правило сегодня не соблюдается в церкви. Вот такое блудовейство в уме, духовный разврат среди священников идет. Они ничего не понимают. А с кем не поговоришь после крещения впадали в грех или еще хуже. Не первый раз женаты. Премудрость. Сера 26-23. Не запатриваться на красоту женскую. И не походству и на жену. Все это было понятно. И не сегодня, и не вчера. Как одевались. Вы думаете, случайно, что так как в мешках ходят одеты мусульмане? Ну, конечно, им еще походство. Четыре жены официально разрешаются. Но они смотрели дальше. Во-первых, это не у всех. Он должен справку представить, что может четыре квартиры купить. Должен представить. И что он будет со всеми женами, ни одна не будет жаловаться на него. Что он как муж с ней не бывает. Это мы думаем так. А вот каждый. Нет, далеко и далеко не каждый. Но как они одеваются? Смотришь, одна прорезь в две глаз. Вот посмотрите. У старообрядцев одеваются в храм. Идут у них специальные, называются сарафаны. Горбач называют они. То есть скрывает гор, все рельефы тела. Тоже посмотрите, сестры, внимательно на свою одежду. Когда уходите из храма, в самом храме, может быть, что-то надо и посмотреть, сделать. Куда идете? Тавид 8.7. В брачную ночь. Стали на колени молодые. Вот кто думает, жениться? Сейчас слушайте, как надо молиться. И ныне, Господи, я беру сестру мою не для удовлетворения похоти, но поистине, как жену. Благоволи же ко мне помиловать меня и дай мне состариться с нею. Главная цель какая была исполнить волю, которую родители сказали из другого племени. Даже удивительно, ведь столько встречалось девушек на пути, которые были к нему расположены, но как самцом он не стал делать, а сказали, там, из твоего нефалимого колена, там сестра, есть сара, да очень опасная, уже семеро из-за нее погибли. Воля родительская все поборола. Сегодня абсолютно неправильно поставлено, что сама девушка с кем-то знакомится, кого-то ищет или юноша. Всем этим занимались родители старшие. Они должны были сказать, мы расположены друг к другу, а дальше этого не должно было идти. Дальше посмотреть, все взвесить, сказать. Во всех нациях мира именно такой порядок сохраняется. Иногда даже перед самым обвенчанием впервые только видят друг друга. Из Икииля 23.20 Говорится о какой-то женщине, которая пристрастилась к любовникам своим, у которых плоть, плоть ослиная, и похоть, как у жеребцов. Что это за женщина? Решла об Израиле. Вся страна стала одним сплошным блудодеянием. И Господь называет вместе с Самарией их, а Иудея еще хуже, говорит, оказалось. И видишь, что я наказал сестру ее, прелюбодейную, которая сама давала подарки любовникам, родственным египтянам. Которая блудила с изображениями. Ну, ладно, дело прошлое. А ведь это касается православия. Вот некоторые сегодня до того вас желали идти в патриархию, это прелюбодеяние. Потому что они не подпадают ни под одно правило сегодня. Говорят, а вот потерял 362-й указ патриарха Тихона, силу, да, потерял. Потому что коммунистический режим пал. Но патриарх не предвидел то, что сама патриархия переродится. Там ничего того не будет прежнего. Что там разбойники захватят все главные места, торгаши. Вот чем дело-то, соединять это нам не с кем. А вот с такой силой идут, друг друга отталкивают, пробиваются туда и хвалятся, в каком чине его приняли. Они еще не знают, что их ждет. Я теперь уже начинаю молиться, Господи, не дай им умереть, тех, которые туда рвутся в патриархию, чтобы они увидели плоды этого соединения. И может быть Бог даст им покаяние. Я просто умоляю Бога, если вам понятно, о чем я говорю, попросите Господа Бога. По-другому нельзя никак, чтобы они сами увидели, куда они людей затаскивают. Сегодня зарубежная церковь является хоть маленьким голосом, призывающим к совести. Этот голос будет заглушен. Даниила 13.10. И оба они были уязвлены похотью к ней, к Сусанне. И оба погибли. Иоанн 8.44 Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоть отца вашего. Вот откуда это все идет. Любое похотение, любое вожделение, это от сатаны. И вот со страхом нужно к этому подходить. А как бороться? Избавим я от лукавого. Сокруши сатану под ноги, как считаем Римином 16.20. Другого пути нет. Это сатана все всевает. И как он ее возлюбил, кфомарь. И так же возненавидел после совершения греха. И ее возненавидел больше, чем возлюбил. Так и здесь. Достиг дальше ничего нет. Не верь. Есть такие специалисты, он говорит, я потрачу несколько лет, буду вокруг ее ходить, доказывать свою любовь. Достигну и тут же брошу. Он знает, никогда не верь. Об этом деле надо молиться, как молилась святая Иустина. Чтобы этот оглоид рухнул там с крыши. Он и птицей может сделать, прилепляться. В Новом Завете Петр говорит, 1 Петра 2.11. И как пришельцев и странников, я вас прошу, удаляйся от плотских похоти, восстающих на душу нашу. Я уже посмотрел, как нам относятся. Думаю, православие прожило в этом похоти, вот в монастыре. Вот хоть бы один из родственников был в монастыре, он весь род наш отмолит. Это та же самая похоть. И она не от Бога. Когда Господь говорит, идите в мир и проповедуйте. Мы должны реально посмотреть сегодня. А вот сегодня жизнь определяется церковная, это наличием и высотой в монастыре, митрополит Виталий сказал. Я когда прочитал это, я его рядом был, видел, как он молится. Как будто это другой человек. Да по монастырям как раз и определять не духовность можно, это совершенно напротив. Удаляйся от этих похоти, восстающих на душу. Мало что ты желаешь. Ты всегда стеряй себя, по слову Божию или нет. Тогда твое духовное рассуждение будет. 2 Петра 1.4 Призывает Петр, чтобы мы удалялись от господствующего в мире распления похотью. 2000 лет назад у такого связанного с законами, в такой строгости воспитанного, как фарисеи, и распления господства в мире, они страдали от этого. Но то сегодня, если бы они вышли, я так думаю, то эти люди попросили одну только молитву, к Богу возвали, Господи, не хочу жить. Смотреть на это все. Какое одеяние, какие фотографии, как к любому киоску подойти. Но одно и то же, и за дня в день, и за дня в день. Показать себя голым. Я понимаю, красота тела, это все. Да еще во множественном количестве раздетые женщины. Только, знаете, продают иногда каракатисы морские. Да Господь создал тебя для того, чтобы ты глаза поднял на небо. Посмотрел, как там прекрасно все. И тогда это все у тебя связано будет с райской обителью. Утеряно, Бог сразу одежду дал, оденься. Мы не случайно говорим об одежде столь много. Сам Господь Бог в районе уже обратил на это внимание. Кремленам 1.27. И разжигались похотью друг на друга, мужчина на мужчинах, делая срам и получая самих себе должное воздействие за свое заблуждение. Сегодня выжигать мир буквально надо. Официально регистрируют так называемые секс-меньшинцы. Почему лгут словами? Святые запрещают. Садомиты, другого слова нет. Садомиты, мужеложники, проклятия. Только живьем сжигал их Господь. Я не призываю их сжигать, но другого нет. Меня вопрос задают, а как относятся мусульмане? Крайне отрицательно. Галатам 5.24. Те, которые христовы, распяли плоть со страстями и похотями. А вот теперь и посмотрим. Не распял плоть со страстями и похотями. Или не целиком со Христом. Или прости Господи, помилуй, помоги. А у неверующих ничего этого нет. Я напоминаю, что Златоуст говорит, чтобы быть добрым, у христианина три причины. Три. Вот первое. Это обещание будущих благ. Второе. Страх наказания, если согрешишь. И третье. Милующая благодать Божия, которая укрепляет человека, помогает бороться. А когда ничего у человека этого нет, неверующих, как он может устоять? Это Златоуст говорил, когда шел в храм, а ему сказали, вот ваши христиане, посмотри, что творят. Они хуже неверующих. И он сказал проповедь. Что христиане, которые поступают неправильно, я это и без вас знаю. А чтобы неверующие поступали правильно, этого я сказать не могу. Оно не может быть по-другому. Поэтому главное для нас это молитва к Богу. Галатам 5.24. Значит распяли плоть со страстями и похотями. Колоссинам 3.5. Умертвите злую похоть. Совершенно. Второе. Тимофея 2.25. 22. Юношеский похоти избегай. Юноши, вы победили дьявола, лукавого. Это связано, говорит, только с похотью. А как это возможно? Самое лучшее лекарство это жениться. Другого нет. Не можешь один. Лучше жениться, нежели разжигаться. А я тогда в монастырь пойду. Ты только увеличишь это. Ты почитай жития святых. Какую бедво они имели. А тогда просто. Если бы обещаний никакого не было. И вообще бы этого не было. Второе. Тимофея 2.22. Второе. Тимофея 3.6. Вкрадывается в домы. Обольщает женщин, утопающих в различных похотях. Это тогда было. Китун. Ну, конечно, среди язычников. 3.3. Мы некогда были рабы похоти. А ныне? А ныне познали Бога. И можем другим сказать. Бороться можно только постом и молитвой. Это нам очень сильно помогает пост. Не забывайте, три недели уже позади. Так кажется? И если мы не уменьшаемся в габаритах своих, ну а какая польза? Златоуст говорит, если половина поста прошла, если мы хотим, не хотим, то мы, ну половина, скоро Пасха. А каждый-то думает, и все будет есть. А ты не радуйся этому. Радуйся, если половина грехов убыла. Итак, рождается похотение с вожделением. А посмотрел на женщину и все, уже согрешил. Не согрешил. Согрешил ты только еще в уме. А если прошел мимо, ничего не было, ты воздай Богу благодарность, что благодать Божия тебя спасла. Неверующий этого ничего не знает. Ну а как? В общем, не смотреть на женщин? Да я некрасивый, как на них не посмотреть-то? По-другому рассуждаю. Здесь говорится, что если бы позволила возможность, то есть я уже готовый ко греху. Вот о чем речь. Как у нас здесь был маленький дошкольник один. Целовали крест. Целовали крест. А он пришел домой и говорит, баба, почему крест целовали? Надо же девочек целовать. Значит, нужно противоядие дать. Очень большое. И это страх Божий. Если вы прожили жизнь в страхе Божьем, вы поймете, другим не удержать. Особенно молодежь, когда будет где-то жить не дома. Не заводите никакой дружбы с неверующими. Не допускайте этого. Никаких звонков, перезвонов. Ничего, чтобы этого не было. И одной, особенно на дочери, усилен отзор. Ни одну нигде никогда не оставляй. Итак, если говорится, кто посмотрит на женщину, вот это касается и женщин, если посмотрит на мужчину. Избавление наше целомудрие во Христе Иисусе. Аминь.